В АП объяснили, почему переговоры с Путиным сегодня невозможны. Сейчас есть, по крайней мере, три основательные причины, почему любые переговоры с диктатором Владимиром Путиным пока невозможны. В первую очередь, речь идет о недоверии к россиянам. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на телеграм-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. Невозможность доверять россиянам. По словам Подоляка, еще в 1928 по инициативе Кремля был подписан Пакт Литвинова, который предусматривает отказ от войны в качестве инструмента государственной политики. С тех пор СССР и его правоприемница Российская Федерация развязали десятки войн и нарушили сотни соглашений, среди которых например Будапештский меморандум 1994 и договор об украинско-российской границе от 2003 года. Невозможность справедливых репараций. Убытки Украины с начала войны, согласно разным оценкам, колеблются в пределах от 700 миллиардов до 1 триллиона долларов. Россия, со своей стороны, не способна выплатить такую компенсацию, в связи с чем нужен механизм под международным контролем, подобный тому, по которому Ирак отчислял проценты от нефтегазовых прибыли в пользу Кувейта, пережившего иракскую оккупацию в 1990-1991 годах. Но построение такого механизма возможно, лишь при условии содействия со стороны правительства государства, совершившего агрессию. В Ираке для этого понадобилось лишить должности, арестовать и казнить Саддама Хусейна. Вывод понятен и в отношении Путина лично, добавил он. Невозможность наказания военных преступников. Самым главным преступником в России является диктатор Путин. Согласно уставу Международного уголовного суда, глава Кремля не имеет иммунитета в отношении военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида. Это, в свою очередь, означает, что он до последнего будет сопротивляться расследованию и не будет выдавать своих подчиненных. Все войны со временем заканчиваются, начинаются переговоры, подписываются мирные договоры. Помехой на пути к этому является лишь один человек. Фамилия этого лица очевидна и очень кроваво уже вписана в историю, написал Подоляк. Переговоры с Россией. Добавим, что президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны СНБО о невозможности диалога с Путиным. Для возобновления переговоров Россия должна вывести своих террористов с территории Украины, изменить политическую элиту, признать совершение преступлений и выдать организаторов войны для трибунала.